Добрый день, уважаемые слушатели! Мы с вами сегодня будем беседовать о царе Иване Грозном и памятниках, связанных с его семьей, которые хранятся в вооруженной палате. И начать нам надо с великого князя Ивана Васильевича, его отца, извините, Василия Ивановича. Василий Иванович правил долго, но одной из самых главных проблем в его жизни было рождение наследника. Он ждал его почти 25 лет. А что касается вещей эпохи Василия Третьего, то их, к сожалению, у нас немного. Но вот здесь вы видите золотую чарку из нашего собрания, надпись на которой говорит, что она принадлежала как раз отцу первого русского царя. С этой чаркой произошла интересная история. Во время смутного времени она была похищена из царской казны. Так же, как и следующий предмет. Это также чарка. И вот необыкновенно красивая вещь с жемчужиной на дне. И они исчезли во время смутного времени. Но царь Михаил Федорович, который вступил на престол в 1613 году, издал указ, согласно которому все, у кого случайно оказались вещи из царской казны, они должны были их принести. И эти вещи обещали у них выкупить, не задавая вопросов о том, как эти вещи к ним попали. И вот некий казак принес эти две золотые чарки. Но выясняется, что отнюдь не только поляки грабили царскую казну в начале 17 века, но также и русские подданные. Но за эту чарку ему были заплачены деньги. И иногиня Марфа на Пасху в 1616 году подарила своему сыну эту вещь. Но вот надпись о принадлежности великому князю Василию она осталась. Что касается матери Ивана Грозного Елены Глинской, то вы видите здесь ее портрет, который получился в результате работ, проведенных в усыпальнице цариц и царевин в Вознесенском монастыре. И вы видите волосник, который ей принадлежал головной убор замужней женщины. Вот именно в этом волоснике она на портрете и изображена. Правление Елены Глинской продолжалось всего пять лет, но историки считают, что оно было удачным. И одно из самых важных дел, которое она совершила в правлении Елены Глинской впервые появилась у нас монета, которая называется копейка и также более мелкие монеты, значит, деньги и полушки. И вы видите монету, которая была выпущена в период с 1535 по 1542 год. Значит, это монета-деньга с изображением всадника. И всадник этот вы видите без копья. Это еще не святой Георгий. Его так стали называть позднее. А тогда говорили, что это изображение самого государя на коне, который ведет борьбу со своими врагами. Но государь тогда был еще малолетним. И Елена Глинская скончалась неожиданно. Видимо, она была отравлена в 1538 году. И началась эпоха боярского правления. Ну, к эпохе боярского правления у нас, кажется, нет памятников. А вот у нас есть вещи, связанные с родственниками великого князя Ивана Васильевича. И один из таких интересных памятников. Это подсадачный нож, который принадлежал его дяде, князю Андрею Ивановичу Старицкому. Нож этот относится к 1513 году. И, видимо, с этим ножом князь отправлялся в походы вместе со своим старшим братом Василием Третьим. Подсадачный нож означал, что его носили на боку рядом с садаком, колчаном для стрел и футляром для лука. Мы видим, что роскошный клинок этого ножа, он украшен золотой носичкой. Однако Елена Глинская, когда вступила на престол, она решила, что брат мужа может составить серьезную конкуренцию ее сыну малолетнему. Поэтому Андрей Иванович был схвачен, отправлен в заточение и вскоре скончался. Есть у нас и еще один предмет, связанный с родичами Ивана Грозного. Это сабля князя Федора Михайловича Мстиславского. Князь Мстиславский в 20-е годы выехал на службу к Василию Третьему из Литвы. Ему были даны новые владения и он заключил очень выгодный брак. Он женился на племянницы Василия, дочери его родной сестры Евдокии Ивановны и татарского царевича, который в крещении принял имя Петр. И вот сабля его относится к первой половине 16 века. Но князь не дожил до совершеннолетия первого русского царя Евдокия. Ивана Васильевича он скончался за 10 лет до этого в 1537 году. Еще одним родичем Ивана Васильевича был князь Иван Иванович Кубинский. И вы видите роскошный серебряный ковш, который выставлен в экспозиции оружейной палаты. Он был изготовлен где-то в 30-е годы 16 века. Князь был женат на княгине Ульяне Андреевне, дочери князя Андрея Ивановича Старецкого, тоже родственницы Василия Третьего. И занимал какое-то время князь очень высокое положение при дворе. Он исполнял обязанности Кравчева, то есть подносил великому князю вино. Он исполнял обязанности Дворецкого, то есть отвечал за все, что происходит в дворце. Но в 1546 году, когда будущему Ивану Грозному было уже 16 лет, он попал в опалу и был казнен. Там была очень темная и непонятная история о якобы челобитчиках, которые желали подать свое прошение великому князю Ивану Васильевичу. Но, к сожалению, эти челобитчики были вооружены пищалями и требовали, чтобы их допустили к великому князю с оружием в руках. Это было невозможно, потому что носить оружие при государе запрещалось. И в результате между охраной юного государя и этими челобитчиками произошла перестрелка. И вот потом князь Кубинский, который не организовал охрану у государя, он был обвинен в измене и казнен. А имущество опального князя, в том числе, видимо, этот ковш, они попали в царскую казну. Вещей, связанных с молодыми годами Ивана Васильевича, у нас немного. Ну, считается, что вот эта икона Богоматерь Иосафовская могла быть подарена ему на крещение. Во всяком случае, потом она находилась в его казне. Вот эта вещь, она находится не в оружейной палате, хотя когда-то она в ней находилась. Ныне она находится в оружейной палате в Стокгольме. Это собрание, которое чем-то очень напоминает московскую оружейную палату. Там хранится и оружие, и одежды, которые принадлежали шведским королям. Как туда попал шлем, который был сделан для молодого Ивана Васильевича, точно сказать не можем. Не исключено, что он был захвачен во время сражения, во время Ливонской войны, или же был похищен во время Смутного времени. Но надпись, которая идет по краю этого шлема, говорит о том, что он был сделан для великого князя Ивана Васильевича, сына Василия. И это говорит о том, что Иван Грозный носил этот шлем, когда ему еще не было 17 лет, потому что в 1547 году он уже принимает титул царя, а здесь он назван просто великим князем. И еще одна интересная особенность этого шлема, что в основе его, видимо, лежит восточная работа, потому что русская надпись сделана поверх надписи, сделанной арабским шрифтом. И то, что это надпись, а не просто узоры, как ни странно, было выяснено совсем недавно, в 20 веке, когда представитель одной из мусульманских стран, по-моему, иранский посол, он осмотрел эту вещь и сказал, что это надпись арабской вязью, а не рисунок, как считали европейские исследователи раньше. Ну вот, собственно говоря, с великим княжением Ивана Васильевича больше у нас вещей не связано. Но, может быть, это еще изображение на иконе Богоматери Тихвинской, которое относится к первой половине XVI века. Вы видите икону целиком и клеймо в нижней части иконы, где изображены молящиеся. Среди этих молящихся у нас впереди стоит человек в монашеской одежде. Считается, что это изображение уже покойного великого князя Василия, который принял перед смертью иночество. А вот за ним стоит молодой человек в богатых царских одеждах и в золотом венце. Исследователи предполагают, что это изображение, опять-таки, может быть связано с молодым великим князем Иваном Васильевичем, который еще не принял царский титул. Но вот в 1547 году происходит первое в истории России венчание на великое княжение. И вы видите миниатюры из лицевого летописного свода, где митрополит Макарий возлагает на голову юного царя царский венец. Причем возлагает он корону, сделанную по европейскому образцу, зубчатую корону. Таких корон у нас никогда не было. Но рукопись предназначалась для показа европейским послам, поэтому был изображен не существующий венец. А в реальности, конечно, на голову Ивана Васильевича возложили шапку Мономаха. Но выглядела ли шапка Мономаха так, как сейчас, мы сказать не можем, потому что не исключено, что крест на ней и навершия были выполнены уже в XVII веке после Смутного времени. На миниатюрах времен Ивана Грозного изображается полукруглый золотой венец с меховой опушкой, но без креста наверху. Тем не менее, мы достоверно знаем, что шапка Мономаха, конечно, была одной из самых почитаемых вещей в казне Ивана Грозного, и он надевал ее на самые важные в основном церковные церемонии. Кроме шапки Мономаха, на шею Ивана Васильевича был повешен на цепи крест, который содержал в себе реликвию, частицу креста животворящего древа, то есть подлинного креста распятия. И вот вы видите лицевую сторону, и вы видите оборотную сторону. Там маленький круглый ковчежец, где хранится небольшая деревянная частица. Вот считается, что это частица подлинного креста распятия. И таким образом Иван Грозный, нося на груди эту реликвию, уподоблялся византийским императорам, преемником которых он себя считал. Уже позднее, в эпоху правления Бориса Годунова, этот крест был заключен в роскошную золотую икону, но на венчание на царство его доставали из этой иконы, и патриарх благословлял этим крестом нового государя. Судя по всему, с событиями, произошедшими в январе 1547 года, связана и эта панагия. На камее изображен крылатый Иоанн Предтеча, святой покровитель царя. Такой тип изображения называется Иоанн Предтеча, ангел пустыни. На оборотной стороне в панагии сделан ковчежец для хранения мощей. И считается, что эту панагию Иван Васильевич подарил митрополиту Макарию, который венчал его на царство и нарек его новым православным царем. А Иван Васильевич был в то время единственным независимым в мире православным государем, потому что все остальные православные царства находились так или иначе в зависимости от Османской империи. Таким образом, событие, которое произошло в Успенском соборе в 1547 году, как полагал царь, имело значение не только для Руси, но и для всего православного мира. Затем, буквально, да, вы видите еще облачения, которые хранятся у нас. Они принадлежали как раз митрополиту Макарию, возложившего на Ивана Грозного шапку Мономаха. Но они были сделаны позже. Один из сакасов был выполнен в 1553 году, а второй в 1558. Но вот мы можем представить, насколько роскошно выглядели не только царские облачения, но и облачения представителей высшего духовенства, в частности, главы Русской церкви. А митрополит Макарий занимал эту должность 21 год вплоть до самой своей смерти в конце 1563 года. Есть у нас и документы, связанные с исполнением Макарием своих, собственно говоря, митрополитчих функций. Это грамоты, направленные по разным поводам в Соловецкий монастырь, и они тоже хранятся в нашем архиве. Ну и после венчания на царство икона Иоанна Предтечи, святого покровителя царя, приобрела необыкновенно важную роль. По сути дела, она выполняла функцию царского портрета, потому что в разные города, в различные воеводские приказные избы отправлялись не портреты, а иконы царского патрона. И вот одна из таких икон, ныне хранящаяся в Благовещенском соборе в серебряном окладе, она была как раз выполнена по царскому заказу. А против царского места Маленного в Благовещенском соборе, которое до наших дней, к сожалению, не дошло, была в нижнем ряду иконостаса установлена икона Иоанна Предтечи во весь рост. Иоанн Предтечи здесь изображен в виде отшельника, вы видите икону целиком и вы видите фрагмент голову Иоанна Предтечи. Не исключено, что это не русская, а греческая работа и икона могла быть привезена царю, например, Сафона. И вот с тех пор возникла традиция, согласно которой обязательно в соборе стояла икона святого патрона царя. То есть вот эта икона, которую вы видите после смерти государя, переместилась на его гробницу в Архангельском соборе. А в Благовещенском соборе появилась новая икона, икона Федора Стратилата, покровителя, преемника Ивана, его сына Федора Ивановича. Ну и буквально через несколько дней после венчания на царство в Успенском соборе состояло следующее торжество. Это царская свадьба. Иван Васильевич женился на Анастасии Романовне Захариной Юрьевой, и митрополит Макарий их обвенчал. Вы видите сцену свадьбы, изображенную в лицевом летописном своде. К сожалению, вещей, которые дошли от русских цариц XVI века, их очень немного. И у нас имеются только работы светлицы царицы Анастасии Романовны. Покров на гроб митрополита Ионы, одного из трех почитаемых московских святых, был выполнен в ее мастерской в 1549 году. Ни одного сына в этом браке еще не было, поэтому, видимо, царица Анастасия молилась о чадородии, и ее молитвы исполнились. В этом году родилась первая дочь из их шести детей, царевна Анна, но она вскоре скончалась. А вот из других вещей, связанных с царицей Анастасией, у нас есть только предметы, которые были извлечены из гробницы в Вознесенском монастыре. Это стеклянный кубок, куда был налит елей после обряда отпевания, и волосник, в котором царица была похоронена. Ныне эти вещи также хранятся в нашем собрании. Через несколько лет после венчания на царство, как полагают наши исследователи, в 1551 году В царском Успенском соборе было установлено особое моленное место, выполненное по заказу царя Ивана Васильевича, и оно носит название «Мономахов трон». Сейчас, к сожалению, роспись на этом деревянном троне потускнела, а когда-то это все было расписано золотом, красной, синей и зеленой краской. Копия первоначального вида «Мономахова трона» сейчас находится в историческом музее. Очень интересные детали этого трона. Трон опирается на скульптуры четырех зверей, и один из этих зверей называется скимин. Скимином в старинных документах называли «молодого льва» или «львенка». И это совершенно явный намек на молодого государя, который будет, как лев, опасен для своих врагов. И действительно, на следующий год после того, как был создан этот трон, Иван Грозный предпринимает один из самых больших военных походов. Это поход на Казань, который завершился уничтожением Казанского ханства и присоединением его земель к России. И вы видите знамя Ивана Грозного, которое использовалось во время этого похода, знамя «Великий стяг». Об особой роли этого похода говорит то, что знамя, как обычно было принято в те времена, оно расписано красками. А вот центральная часть изображения спасания рукотворного, оно вышито. Причем, вот вы видите этот фрагмент, оно вышито в том числе золотной нитью. И не исключено, что эта работа тоже выполнялась в мастерских царицы Анастасии Романовны. Войско выступило в поход в конце лета 1552 года, а в начале октября Казань была взята. Среди вещей, которые связаны с военным облачением царя Ивана, у нас сохранилось его седло. Необыкновенно богатое, украшенное серебром, с обитое бархатом, расшитым серебряной нитью. К сожалению, мы не знаем, когда оно точно было выполнено, потому что правление Ивана Васильевича было долгим. Он правил дольше всех государей, 51 год находился на престоле. Так что привязать конкретно к казанскому походу эту вещь нельзя. Но, тем не менее, это уникальный предмет, связанный с воинской казной и военными походами Ивана Васильевича. Есть, конечно, в лицевом летописном своде многочисленные сцены, связанные с этой военной победой, которой Иван Васильевич гордился до конца дней. Но в нашем собрании хранится другая вещь. Это шпалера, взятие Казани. Она была выполнена в 1828 году по картине художника Григория Угрюмова «Взятие Казани». Вот в углу вы видите картину и изображение нашей шпалеры. Видите, что картина была воспроизведена очень точно. И мы видим Казанского хана и его семью, которые преклоняют колени перед победителем. Ну и после Казанского похода в царской казне оказался такой предмет, как шапка Казанская. Это второй, после шапки Мономаха, сохранившийся венец Ивана Васильевича. До сих пор существуют расхождения, где и когда венец был сделан. Одни исследователи считают, что он был выполнен в Москве. Другие считают, что в работе принимали участие не только русские мастера, но и мастера казанские, приведенные из Казани. А третьи полагают, что это вообще может быть трофей, захваченный в казне казанских ханов. Ну и вот, кроме самой шапки Казанской, в нашем собрании хранится тулья на шапку Казанскую. То есть это, видимо, серебряная опора, на которую должен был опираться венец, когда он был не на голове царя, а стоял перед ним на блюде или на подушке. Потому что послы, которые видели царский прием, они пишут, что один венец был на голове государя, а еще три венца стояли перед ним. И одним из таких венцов как раз и была шапка Казанская. Ну вот, исследователи Казанские, они полагают, что это все-таки был военный трофей. И поэтому в музее Тысячелетия Казани находится копия шапки Казанской. Правда, не точная, потому что этот венец получился более широким и менее высоким. Но вот копия ныне хранится в самой Казани. Ну и, конечно, вы знаете, что после присоединения Казани на Красной площади началось строительство собора, который носил название Покрова-нарву, так как Казань была взята на следующий день после праздника Покрова. А уже потом, в 1558 году, был похоронен недалеко от этого собора известный московский юродивый Василий Блаженный. И собор получил название Василия Блаженного. Более распространенное название, чем Покровский собор. К собору был построен предел, куда уже при царе Федоре, сыне Ивана Грозного, в 1588 году был перенесен прах святого. И вот в нашем собрании хранится икона в серебряном окладе с изображением почитаемого московского юродивого. Изготовление этой иконы тоже явно связано с царским заказом, но, скорее всего, это заказ не Ивана Васильевича, а его сына Федора. Хотя известно, что первые изображения святого Василия Блаженного были выполнены уже вскоре после его смерти, то есть еще при жизни Ивана Васильевича. Ну и другим военным мероприятием, в котором царь лично принимал участие, стала Ливонская война. Потому что поход на Астрахань и победа над Астраханским ханством, они были осуществлены царскими воеводами без личного участия царя. А вот когда в 1558 году началась следующая масштабная война, Ливонская, которая продолжалась 20 лет, то царь во многих походах принимал личное участие. И, судя по всему, государев полк выходил в поход под вот этим знаменем, которое было выполнено в 1560 году. И знамя это носит название Великий Стяг. Это действительно Великий Стяг, потому что длина по верхней кромке больше четырех метров. И даже нам не удалось сфотографировать это знамя целиком. Кусочек пришлось завернуть, потому что просто нет места для его фотографирования. И вот под этим Великим Стягом Иван Грозный отправлялся в походы. Начало Ливонской войны было удачным. Был взят Полоцк и другие города, которые царь считал своими водчинами, потому что некогда они входили в состав Киевской Руси, и князьями их были представители рода Рюриковичей, которому принадлежал и сам царь. Но в дальнейшем военная удача царю изменила. В результате, когда был заключен мир, то все границы остались на прежнем месте, и Полоцк пришлось вернуть Польше. Но до этого еще было много лет, потому что мир был заключен только в 1580-е годы. А мы сейчас вернемся еще к самым удачным годам в жизни царя Ивана, когда он проводил активные реформы. Еще не носил прозвище Грозный. Но вот что его беспокоило, это отсутствие наследника, потому что первый сын Дмитрий, который родился во время Казанского похода, утонул на следующий год во время богомольной поездки в Кирилло-Белозерский монастырь. Летописи говорят, что царская чета была поражена этим несчастьем, и отправились они молиться к покровителю царской семьи, святому Никите Переславскому в Переславль-Залезске. И вот там, в путевом дворце, как сказано, они отложили свою печаль, и тогда был зачат царевич Иван Иванович, который родился в 1554 году. И царская семья считала, что Никита Переславский это святой, который отзывается на их молитвы, поэтому было изготовлено несколько его икон, и одна из таких икон дошла до наших дней, она хранится в нашем собрании. Когда родился второй сын, царевич Иван Иванович, то его рождение праздновалось с необыкновенной пышностью, и чтобы не повторилось несчастье, которое произошло с первым сыном, Ивану Ивановичу среди даров было от родителей пожаловано несколько крестов, и как считается, вот этот крест, украшенный эмалью, с жемчужной обнизью, как раз был одним из таких даров царя-наследнику. И в середине этого креста находится древняя вещь, византийская камея, вырезанная на сапфире, она изображает распятие, так что оберегом царевича должна была стать одна из древних вещей, которую Иван Васильевич унаследовал от своих предков. Видимо, тогда же была сделана и панагия с изображением святого Иоанна Лествичника, который стал покровителем царевича, потому что отец и сын оба были Иваны, но были названы в честь разных святых. И вот эта панагия, заключенная в богатую оправу, тоже могла стать даром митрополиту Макарию в честь этого радостного для царской семьи события. К сожалению, оправа панагии не сохранилась. Она была похищена во время ограбления патриаршей Ризницы уже в 1918 году, поэтому первоначальный вид этой панагии мы можем видеть только на старой фотографии. А вот саму камею удалось потом вернуть. Она была выкуплена и сейчас выставлена в экспозицию оружейной палаты. Также после рождения Ивана Ивановича появляется новая традиция писать для царских сыновей так называемые мерные иконы с изображением их святого покровителя. И вот у нас хранятся три иконы царевича Ивана, царевича Федора и царевича Дмитрия. Вы видите икону Федора Стратилата. Она была написана в 1557 году, когда родился третий по счету сын царевич Федор, будущий царь. И вы видите роскошный золотой оклад иконы Иоанна Лествичника, которая за три года до того была сделана для царевича Ивана. К сожалению, сама икона царевича Ивана до нас не дошла. Она была заменена на новую в 19 веке, но зато роскошный золотой оклад, он считается одним из замечательных шедевров ювелирного искусства эпохи Ивана Грозного. Отметим, что золотой оклад был положен только старшему сыну на иконы младших сыновей, делались уже не золотые, а серебряные басменные оклады. Но вот не исключено, что крест, который тоже представлен в экспозиции оружейной палаты, был даром царя на крещение второму сыну Федору. На оборотной стороне находятся записти о святых мощах, которые там хранятся, и главное место среди них занимают мощи святого Федора Стратилата. Поэтому мы можем связать этот крест именно с царевичем Федором Ивановичем. Еще один крест носит в себе мощи святой Евдокии, и на оборотной стороне изображена святая Евдокия. Значит, царица Анастасия кроме трех сыновей родила и трех дочерей, последний из них родившийся за год до Федора в 1556 году как раз была Евдокия. Но, к сожалению, все три дочери царя умерли в раннем детстве. И царь по этому поводу, как ни странно, огорчался, потому что позднее он написал в послании Курбскому, что один из князей, князь Курлятьев, собирает своим дочерям всякое узорочье в преданное, а моим дочерям вечный покой. Из этого можно сделать вывод, что царь бы сам с удовольствием собирал своим дочерям всякое узорочье, но, к сожалению, ему сделать этого не пришлось. Некоторые другие памятники, хранящиеся в оружейной палате, тоже могут быть связаны с рождением его детей, но, к сожалению, мы точно этого не знаем. В середине XVI века была выполнена еще одна панагия с изображением Богоматери, и ее пышный оклад тоже явно напоминал икону Иоанна Предтечи и икону Иоанна Лествичника, но, опять-таки, как и оклад иконы Иоанна Лествичника, оклад этой панагии был утрачен во время ограбления патриаршей Ризницы, и мы можем первоначальный вид ее видеть только на рисунке XIX века. Но, слава Богу, Камею с изображением Богоматери Знамени тоже удалось потом найти и вернуть в оружейную палату. Ну, и царские сыновья подрастали. Из шести детей выжило двое царевич Федор и царевич Иван. И в 1557 году, когда царевичу Ивану исполнилось три года, его по обычаю начали обучать военному делу, и для него был выполнен вот этот шлем. На нем сохранилась надпись, рассказывающая о том, что он был выполнен для старшего царевича, наследника престола в 1557 году. К сожалению, шлем утратил бармицу, кольчужную сетку, но и в таком виде это все равно очень редкий памятник доспехов, которые были выполнены по приказанию Ивана Грозного. Ну и теперь настало время поговорить о других предметах из царской казны. К числу самых интересных относится комплекс вещей, которые были, видимо, выполнены в Молдавии. А Молдавия была вторым государством, которое имело свою православную династию. Правители ее носили титул господаря, хотя формально они подчинялись турецкому султану, но тем не менее это была вторая православная династия в мире. И поэтому отношения были, видимо, достаточно тесные и у нас целый комплекс вещей, которые были, видимо, преподнесены царю в дар молдавскими послами. Это братина, украшенная вот такой выпуклой чеканкой по тулье и венца идет надпись, рассказывающая о том, что она принадлежала царю Ивану Васильевичу. Затем этот ковш, который явно был дипломатическим подарком, потому что на дне его изображения бычьей головы это молдавский герб. И еще тоже не совсем привычные формы чара, украшенная изображениями чеканных драконов. Это тоже молдавская судя по всему работа. И последней четвертой вещью из этого комплекса является перечница. Перец был очень дорогой заморской пряностью, поэтому во время перов каждому из членов царской семьи ставили собственную перечницу. И вот надпись по широкому тулову этой перечницы говорит о том, что она принадлежала царевичу Федору, младшему сыну царя. Ну, кроме вещей молдавской работы, да, есть и вещи русской работы. Это ковш, на дне которого изображение двуглавого орла. И ковш этот интересен тем, что на нем тоже надпись, которая содержит царский титул. Но здесь царский титул так, ух, извините, я уже немножко забыла. Значит, царский титул написан на этом ковше, и царский титул написан на втором ковше, более спокойной и традиционной русской формы. Ну, вот, это большая удача, что эти вещи из казны Ивана Васильевича пережили смутное время, многочисленные пожары и прочие бурные события нашей истории. не столь пышной, но тоже очень необычной является серебряная чаша, вернее, чаша в серебряной оправе, а сама чаша выполнена из капа нароста на березе, и вот на этой деревянной чаше в серебряной оправе тоже имеется надпись о том, что она входила в казну царя Ивана Васильевича. Что касается вещей, выполненных европейскими мастерами, то их, к сожалению, дошло меньше. Одной из самых древних вещей европейской работы в нашем собрании является вот эта чаша, выполненная в Лондоне примерно в 1557 и в 1558 годах, еще в правлении королевы Елизаветы, считается вероятным, что эту чашу поднес царю в подарок английский посол Энтони Дженкинсон, и таким образом ее можно считать памятником, связанным с установлением дипломатических отношений между Англией, эпохи королевы Елизаветы и России времен Ивана Грозного. Ну, а дальше мы с вами снова вернемся к событиям личной жизни царя. Первая супруга, царица Анастасия, скончалась после болезни в августе 1560 года, повергнув царя в глубокое горе, потом он писал в своих посланиях, что царица была отравлена, и современные исследователи эту версию не исключают. И после этого, так как вдовцом на престоле царю было быть невозможно, русские послы отправляются на Кавказ в Кабарду, и летом следующего 1561 года привозят оттуда царю невесту, кабардинскую княжну, которая в православии принимает имя Мария. И вот золотое блюдо, которое хранится в оружейной палате, оно было подарком Ивана Грозного, его второй супруги. Это действительно роскошный подарок, потому что блюдо с изображением двуглавого орла весит около трех килограмм, и это чистое золото. А вот второй предмет, связанный с Марией Темрюковной, он сейчас хранится в историческом музее. Это перстень печатка, который царица запечатывала свои письма в центре изображения двуглавого орла, что говорит о государственном статусе этой вещи, которая тоже была специально сделана для царицы. Может быть, с молением о благополучии во втором браке связан этот крест, который в 1562 году был отправлен царем в Соловецкий монастырь. Но, к сожалению, благополучия в этом браке не было, потому что единственный сын Василий, родившийся на следующий год, в 1563 году, скончался всего через несколько месяцев, и больше детей у Марии Темрюковны не было. Мария Темрюковна скончалась в 1569 году, и после истечения срока траура в 1570 уже в Александровой Слободе, которая была тогда постоянной резиденцией царя, начались хлопоты, связанные с смотром невест, и документы сообщают, что несколько сотен красавиц было сведено в Слободу, и из них была выбрана царем Марфа Собакина. Исследователи XIX века почему-то считали ее дочерью новгородского купца, но теперь выяснено, что Собакины это московский дворянский род, и более того, Марфа Собакина была, видимо, в родстве с Малютой Скуратовым, одним из руководителей Опричнины, и скорее всего брак этот был связан с стремлением царя опереться не на бояр, а вот на свое новое не столь знатное окружение. Но, видимо, кому-то из придворных в роли царицы родственница Малюты Скуратова была совершенно неугодна, поэтому девушка еще в невестах, когда она была поселена в царском дворце, начала чахнуть, серьезно заболела, и уже осенью 1571 года царь обвенчался с тяжело больной Марфой, и она скончалась через две недели после свадьбы. Но в результате работы в Вознесенском монастыре удалось восстановить портрет Марфы Собакиной, а в ее захоронении был найден тоже волосник, украшенный золотым шитьем и сплетенный из шелковых нитей. Это, к сожалению, вся память о юной невесте, которая всего две недели пробыла царицей. В результате сорокалетний царь стал вдовцом в третий раз и уже в дальнейшем женился, нарушая христианские традиции. Но среди памятников, выполненных в 1571 году, в вооруженной палате хранится роскошный оклад Евангелия, который царь заказал для Благовещенского собора. Возможно, это была молитва о здоровье Марфы, может быть, этот предмет был закончен после ее смерти уже, потому что изготовление такой вещи явно требовало нескольких месяцев труда, потому что кроме самого золотого оклада, украшенного драгоценными камнями, там еще находится рукописное Евангелие с замечательными иллюстрациями и вот крылатого льва Святого Марка вы здесь можете видеть. из гробницы Марфы Собакиной кроме волосника был извлечен еще роскошный кубок венецианской работы, явно очень дорогая вещь, и это говорит о том, что действительно в эти дни царь испытывал неподдельную скорбь, и поэтому в гробницу Марфу Собакину сопровождал не относительно простой кубок, как царицу Анастасию, а вот такая действительно роскошная вещь, которую царь не пожалел. Ну и среди других предметов, которые были заказаны царем Иваном Грозным, у нас целый комплекс вещей, связанных с Благовещенским собором, домашним храмом царя. Его священник был царским духовником, ему Иван Грозный исповедовал грехи, а поскольку он был женат более трех раз, то ему было что исповедовать. И вот к вещам, вложенным царем в Благовещенский собор, относится золотой потир, относится Евангелие в серебряном сканном окладе, тоже содержащее замечательную рукопись. И потом многочисленные другие предметы. Это и панагии, это и напрестольный крест. И затем в Благовещенском соборе хранилась вот такая панагия, внутри которой перламутр, изображения сделаны на створках перламутровой раковины. Эта панагия упоминается в документах, как связанная с поминальными службами по царским предкам и по другим членам его семьи. Вы видите здесь и предметы, которые были вложены царем в царскую усыпальницу, архангельский собор, оклад на икону Богоматери и роскошный крест, украшенный золотом и драгоценными камнями. Но, к сожалению, у нас нет возможности остановиться на всех предметах, которые были заказаны царем, потому что он был ктитором усердным, на его средства было построено больше 180 храмов, и они были снабжены иконами, книгами и облачениями священников, и, конечно, кремлевские соборы среди этих вкладов занимают первое место. По приказанию царя Благовещенский собор был расписан после страшного пожара, который произошел летом 1547 года. И вот в 50-е и 70-е годы XVI века туда делается множество царских вкладов. Одним из таких вкладов является большая икона, которая называется Четырехчастный. Очень сложное произведение, потому что это, собственно говоря, одна из немногих икон, которая не имеет своего богословского названия, она называется чисто формально по четырем частям, потому что здесь изображено множество очень сложных сюжетов, связанных с представлениями Ивана Грозного о мире, о роли в нем православия, о судьбе, которая ждет мир после страшного суда и так далее. С Благовещенским собором еще связаны два выносных креста, которые сейчас выставлены в экспозиции на галерее собора. Вот этот крест, выполненный в 1570 году, он имеет резные изображения, выполненные на кости, изображения разного времени, но, видимо, вот в этот единый памятник они были собраны именно по приказу царя и стали вкладом в его любимый домашний храм. К сожалению, конец 60-х и начало 70-х годов это одно из самых тяжелых времен русской истории, это эпоха опричнины, это эпоха многочисленных казней, и это эпоха конфликта, в который царь вступил с главой церкви митрополитом Филиппом. После смерти Макария, который 21 год был царским советником, на митрополитий престол был избран духовник царя, священник Благовещенского собора Афанасий, но он всего через два года запросился в отставку, потому что видимо на события повлиять не мог, а ссориться с царем не хотел. И вот тогда в 1566 году царь предлагает кандидатуру игумена Соловецкого монастыря Филиппа, и когда того избирают митрополиты, царь берет с него обещание не вмешиваться в дела его личного дворцового обихода и в дела опричнины. Митрополит этого обещания сдержать не смог и в конфликт с опричниками вступил. Но поскольку митрополит Филипп попал в царскую опалу, вещей связанных с ним немного. На обороте вот этой иконы Богоматерь Владимирская содержится надпись, правда, более позднего времени, что благословил Филипп митрополит. Кого он благословил и куда была вкладом эта икона, мы, к сожалению, не знаем, но икона несомненно выполнена именно во второй половине XVI века в правлении Ивана Васильевича. Ну, а что касается митрополита Филиппа, то, как считается, он был казнен по приказу царя в Тверском отриче монастыре, потом его тело было перевезено на Соловки, где он когда-то был игуменом, и только в 1652 году в правлении Михаила Романова мощи митрополита, уже признанного святым, были перенесены в Москву, и были они помещены на солье Успенского собора прямо перед царским моленным местом, которое когда-то заказал Иван Грозный, и царь Алексей Михайлович, стоя на коленях у раки Филиппа, просил прощения за деяние Ивана Грозного. С нелегкой эпохой опричнины, видимо, связаны вот эти две следующие вещи. Это чаши, которые принадлежали дьякам, а дьяки, руководители приказов именно в правлении Ивана Грозного стали играть серьезную роль в системе государственного управления. И вот эти две чаши очень похожи между собой, что говорит о том, что владельцы могли заказать их одновременно, или же они были получены от царя в качестве награды. Одна из этих чаш принадлежала дьяку из известной фамилии Таракановых, которые служили в приказах Московского царства на протяжении нескольких поколений. Ну вот, считается, что они относятся к концу 60-х годов 16-го века. Ну, а тем временем царские сыновья выросли, царевич Иван в том же 1571 году, когда царь женился в третий раз на Марфе Собакиной, он женился на представительнице знатного рода Собуровых, и царевич имел с этого времени свой двор и свою собственную казну. К сожалению, вещей из этой казны дошло очень немного, и вот у нас хранится серебряная кружка ауксбургской работы, видимо, привезенная в дар иностранными послами над ней мы можем видеть вот эту надпись царевича Ивана. Скорее всего, это вещь из казны Ивана Ивановича. Ну, первый брак царевича был неудачен, последовал развод, и по желанию царя его бездетная супруга была отправлена в Суздальский Покровский монастырь, традиционное место пребывания постриженец царского рода. Была она отправлена туда, правда, видимо, со своей казной, со штатом прислуги, и судя по вкладам, которые она дарила потом этому монастырю, невестка царская обижена не была, потому что одним из складов ее стала икона Святого Николая, украшенная драгоценным венцом и цатой в дорогом окладе, и потом еще и вставленная в ковчег, потому что жена жена царевича пережила его на много лет и скончалась уже в конце XVI века, все это время она, видимо, продолжала получать средства на свое содержание из царской казны. Вкладов ее у нас хранится несколько, они вот как раз уже в XX веке прибыли в оружейную палату из Суздальского Покровского монастыря. Вы видите еще икону Богоматери и икону Спаса, которые украшены не менее роскошными окладами, чем икона Святого Николая. Ну и после этого царевич Иван был женат еще раз на представительнице небогатого дворянского рода Петрова Солового, но и с этой женой после четырех лет бездетного брака его отец развел. В третий раз он женился на представительнице рода Шереметьевых Елене. Но однако и от третьего брака у него детей не было. В конце в октябре 1581 года царевич скончался. Но ныне историки не склонны обвинять Ивана Грозного в прямом убийстве сына. Царевич судя по всему был тяжело болен. и в гробницу его был поставлен тоже роскошный стеклянный кубок видимо богемской работы выполненный в Чехии. Но на следующий год после смерти старшего сына и наследника уже шестая жена царица Мария Федоровна Нагая родила Ивану Грозному последнего сына который как и первый получил имя Дмитрий он был крещен в честь святого воина Дмитрия Солунского для него была сделана мерная икона и здесь вы видите эту мерную икону и шапочку которая по преданию принадлежала царевичу Дмитрию и после его смерти была привезена из Углича в Москву и до времен Петра Первого лежала на гробнице царевича в Архангельском соборе ну это уже последний период правления Ивана Грозного период военных неудач период тяжелых семейных проблем Ливонская война закончилась безуспешно но зато в Европе в то время как раз активно распространяли издания связанные с с пропагандой которую вели европейские государи против воинственного русского царя и вот к 80-м годам 17-16 века относится вот этот немецкий летучий листок прообраз газеты и там представлен вот такой портрет русского царя которого художник конечно никогда не видел он изображен в качестве царя варваров вот с нестриженными волосами и явно что появление таких печатных произведений было связано как раз с заключением мира после многолетней Ливонской войны ну и еще один предмет связанный с Иваном Грозным это картина художника 19 века Николая Сверчкова изображающая царский выезд на Красной площади здесь уже в санях изображен пожилой угрюмый царь который не глядит на народ который его встречает и погружен он в свои печальные и невеселые думы но однако нельзя пропустить еще такие события правления Ивана Грозного как появление на Руси книгопечатания печатные издания Ивана Федорова являются большой редкостью и хранятся в немногих собраниях у нас такой вещи нет но у нас есть Евангелие которое было напечатано Петром Тимофеевичем Мстиславцем в Вильнюсе в 1575 году Иван Федоров был вынужден покинуть Москву но он явно не бежал потому что он забрал с собой печатные станки типографские шрифты и вот в Великом княжестве Литовском его дело печать книг на славянском языке продолжил его ученик Петр Мстиславец и вот такое Евангелие оно имеется в нашем собрании сейчас выставлено в Патриаршем дворце Ну и к числу других важных событий последних лет правления Ивана Грозного конечно относится поход Ермака хотя он не был организован царем это была инициатива частно торговых людей строгановых но тем не менее когда успешно было покорено сибирское ханство то один из атаманов Ермака он бил челом царю Ивану Васильевичу на сибирском ханстве то есть эти земли тоже были включены в состав российского царства и считается что вот это знамя с изображением архангела Михаила который является библейскому полководцу Иисусу на вину что это знамя похода Ермака хотя не исключено что относится оно все-таки к более позднему времени ну и нельзя обойти молчанием еще такую вещь как копенгагенский портрет Ивана Грозного который хранится в Дании но этот портрет был опубликован только в начале 20 века и теперь некоторые историки сомневаются в том что это действительно надгробная порсуна Ивана Грозного которая была выполнена для Архангельского собора потому что обращают внимание на некоторые несоответствия в принципе этот образ очень похож на образ апостола Иоанна Богослова который встречается на старообрядческих иконах так что может быть это изображение к царю не имеет отношения но тем не менее когда значит в марте 1584 года значит царь скончался после 51 года пребывания на престоле значит в его гробницу был поставлен тоже роскошный кубок богемского стекла на гробницу был выполнен покров покров который вы видите был выполнен уже по приказанию Михаила Романова в 30-е годы 17 века а вот работы которые были проведены известным антропологом Герасимов в 1963 году они позволили восстановить облик царя и его второго сына Федора Ивановича который стал его наследником и царь действительно имеет высокий лоб и крючковатый такой длинный нос который изображен на копенгагердском портрете в соответствии с летописным описанием когда один из современников написал что у него плечи широкие и мышцы толстые действительно так и получилось и выяснилось что царь был очень высокого для того времени роста не меньше 78 сантиметров когда средний рост людей был 152 с небольшим сантиметром и вот таким образом некоторые видят подтверждение подлинности копенгагенского портрета в реконструкции научной которую выполнил Герасимов ну и вторым портретом стало изображение царя Федора Ивановича который сменил своего отца на престоле и тоже получилось что он был немаленького роста и некоторые историки писали что Федор был чуть не слабоумный самостоятельно править не мог однако я лично в этой реконструкции никаких особых черт свидетельствующих о болезненности и тем более слабоумии не нахожу и так правление Ивана Грозного стало самым долгим в русской истории после него только Петр Первый пробыл на престоле больше сорока лет и правление Ивана Грозного конечно относится к числу сложных периодов русской истории отношение к персоне первого русского царя и у историков и у других специалистов оно очень неоднозначное но тем не менее большой комплекс памятников которые дошли от того времени и сохраняются в оружейной палате это очень важная вещь позволяющая нам не только лучше понять эпоху но и культуру и искусство и многие другие черты того времени на этом мы нашу сегодняшнюю тему заканчиваем я благодарю вас уважаемые слушатели за внимание если у вас будут вопросы вы можете их задать в социальных сетях это все до меня дойдет и завтра на свои вопросы вы получите ответы еще раз благодарю вас за внимание у